с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 3 февраля сразу же переходим к родившимся в этот зимний день 1847 год александр был рождается в этот день один из изобретателей телефона его устройство имела массу недостатков трубка служила как для передачи так и для приема речи операция осуществлялись по очереди в телефоне не было звонка вызов происходил через трубку при помощи свистка а дальность связи была небольшой не превышала нескольких сотен метров год 1862 день рождения саввы морозова легендарное имя для россии предприниматель меценат сочувствовал и помогал революционерам савва тимофеевич был очень прост мог ходить в стоптанной обуви заплатами а из произведения искусства держал в кабинете только бюст ивана грозного правда работы знаменитого антокольского заботился о своих рабочих говорят отменил штрафы ввел пособия для беременных и так далее строил больницы родильные приюты и жертвовал на издание книг участвовал в создании театра 1941 год день рождения эдуарда володарского кинодраматурга сценарий фильма проверки на дорогах он писал с расчетом на владимира высоцкого своего близкого друга и соавтора по ряду работ однако режиссер алексей герман категорически воспротивился кандидатуре несмотря на хорошие отзывы таких влиятельных людей как константин симонов и георгий товстоногов михаил суслов секретарь цк кпсс назвал картину антисоветской и она целых 15 лет провела на полке аналогичная судьба постигла фильмы вторая попытка виктора крохина и мой друг иван лапшин все эти фильмы вышли на экраны лишь с началом перестройки 1960 год футбольная звезда рождается в этот день и ахим лёв немецкий футболист но главный футбольный тренер с 1 августа 2006 года главный тренер национальной сборной германии до этого в течение двух лет был помощником легендарного юргена клинцмана 1982 год 3 февраля вера брежнева приходит в этот мир украинская и российская певица экс солистка группы виагра ну а теперь о некоторых событиях февральского дня 1718 год петр первый издает указ о лишении своего сына алексея прав наследование престола наследником объявляется маленький царевич петр 1969 год в палестинском национальном конгрессе в каире ясер арафат назначается лидером организации освобождения палестины 1987 год по обвинению в получении взяток арестован зять леонида ильича брежнева и одновременно первый заместитель тогдашнего министра внутренних дел николая щелохова юрий чурбанов 2014 год стрельба в московской школе номер двести шестьдесят три ученик десятого класса расстрелял учителей двоих полицейских первый случай стрельбы подобный в школах в россии ученик московской школы входит в учебное заведение с оружием убивает полицейского и учителя некоторое время удерживать школьника в заложниках по некоторым данным он был психически нездоров был арестован и судим события впервые произошедшие 3 февраля 1769 год в россии выпускаются первые бумажные деньги ассигнации в россии они были выпущены в период царствования екатерины второй уж то четко отслеживала современные тенденции для того времени в 1925 году в советском союзе первая радиотрансляция происходит при этом передают оперу александра бродина князь игорь из большого театра вот что интересно тогда никому в голову не приходило что радио может передавать новости что там могут быть собственные ведущие диктор радио появится чуть позже просто радио было транслятором а так как всевозможные театральные постановки очень хотелось донести до самых разных слушателей самых разных уголках страны то лучше радио тогда ничего не могли придумать ведь телевидение еще не было космическое событие дня 1966 год в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени советская автоматическая станция луна 9 совершает первую мягкую посадку на поверхность луны в океане бурь и передает на землю изображение лунного ландшафта триумф советского космического строения и последняя америка 1863 год 27-летний журналист сэмюэл клейманс подписывает свой юмористический рассказ который публикуется в газете городка вирджиния сити штате невада подписывается псевдонимом марк твен через два года это имя станет известно всему новому свету а затем и миру а псевдоним который заменил настоящий имя и фамилию объяснялся очень просто в юности клейманс ходил лоцманом по миссисипи и среди лодочников выражение марк твен означало безопасный для судоходства уровень воды в реке ну а для нас сегодня марк твен символ ироничного и очень точного с точки зрения человеческого характера отношения к жизни ирония над всем и прежде всего над собой попробуйте может быть вам это поможет с вами был николай пивненко в проекте дата